Друзья, всех приветствую! Ну что, продолжаем воевать с моим Т-16. Напомню, трактор был куплен в росшем землю по цене металлолома. В прошлых сериях я занялся немножко изучением его внутреннего мира, а именно вскрыли поле коробки передач. В принципе, по железу здесь все довольно достойном состоянии, но очень много всякой грязи. Вот сегодня займусь очисткой первым делом этого всего. Также был найден вот такой вот подарочек. Это промежуточная шестерня привода насоса НШ. Уже была изготовлена туда втулочка. Так что в планах сегодня попытаться запустить гидросистему. Первым делом все вымываю, ставим шестерню и, соответственно, собираем привод. Также в планах сейчас хочу снять подножку и вскрыть вот эти вот два лючка. Первый, второй. Посмотреть состояние гидробака внутри, соответственно, его почистить. Ну и, наверное, здесь вот или прокладку сделаем или посадим на герметик, потому что, как видно, здесь такая сильная течь масла у нас имеется. Вот поэтому как-то так. Ну, надеюсь, сегодня у нас что-нибудь получится уже с гидросистемой. Ну, в принципе, там особо такое, как бы я сказал, чтобы грязи-то и нету. Вот на первый взгляд. Но все равно все промоем, все прочистим. Ну, скажу, друзья, тут не все так печально, как казалось бы. Видно, что здесь вот протечка масла. Наверное, посадим на герметик. Ну, возможно, прокладочку сделаю. Вот. А так в гидробаке, в принципе, все здесь вымокаю, промою и будет все четко. Будет у нас чистая маслица. Ну что, друзья, все, почистил я гидробак. В принципе, он особо и не грязный был и, как бы, доступ отличный туда рукой. С тряпкой все это дело вымокал, вымыл. Соляркой с бензином. Ну, и, в принципе, лючки посадил на гермет. Вот. Сейчас буду заниматься уже самой такой грязной работенкой. Именно чистить саму коробку. Сейчас возьму какие-то тряпки. Буду это все дело для начала. Этот вот гудрон. Ну, короче, вот такая вот фигня. Там на дне. Буду вымакывать. Ну, потом все уже распылителем, соляркой с бензином помою шестерни. Ну, как смогу, потому что здесь, как бы, доступ так себе. Вот. Ну, в любом случае вымывать надо, потому что вот такая вот херня на дне творится. Ну, и сегодня будем ставить шестерню. Может быть, даже получится запустить гидравлику. Все пойдет у нас нормально. Смотрите. Ну, что, друзья. Вот такая вот красота получается. Солярка, сжатый воздух, творят чудеса. Отбивает, конечно, на ура всю эту чачу. Вот. Все отлично. Ну, это сейчас пока по-черновому. Потом протру. Это все дело еще раз помою уже более чистой солярочкой. Вот. И все. Этот дело будет сделано. Останется поставить нам шестеренку. Шестеренку надо запихнуть. Короче, на тот вал. Ну, с другой стороны покажу. Тоже будет еще тот квест по ходу. Ну, что, друзья. Часик работы. И, в принципе, результат налицо. Очень много всякой грязи снизу корпуса я достал. Ну, чуть позже уже финиш на чистой соляркой еще все это дело обмою. Ну, сейчас будем заниматься самым интересным и самым, в принципе, волнительным этапом. Будем устанавливать шестерню. Вот весь набор. Шестерня. Ну, и две шаймочки. Одна выточена, которая будет упираться именно в тело самой шестерни. Ну, и вторая вот заводская, которая была выловлена. Потому что вал там имеет на резьбе такую фаску сточенную. Вот. Сейчас буду попробовать, вернее, это все дело закидывать. Не знаю, там вообще прямого доступа, ну, вообще нет никакого. Буду все делать на ощупь. Но, надеюсь, получится. Да. Вот. Да. Да. Продолжение следует... 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 Но это будет большая уверенность Что она не открутится через час Ну что, друзья Закидываю я привод, ставлю насос Пока ничего мыть, чистить не буду Конечно, были у меня мысли Есть у меня такая мания Все почистить да покрасить Но в работоспособности насоса Есть сильные сомнения Поэтому соберу как есть В любом случае тестовый запуск Сделаю на отработке, на чистой Потом, если все заработает В любом случае надо будет сливать Почищу, помою Пока это так Все отлично стало Шестерни вошли в зацепчик Все, сейчас накидываю насос Подключаю трубки Ну и будем Заливать маслице Надеюсь, нам повезет Все, друзья Насос я поставил Прикручиваю трубки Шланзики Так, надо сцепление Тягу поставить Крышку, кулису Заливаем масло Ну и пробуем Что у нас получилось Надеюсь, что это у нас да получилось Крышку У вас' Став với Что у нас ну что друзья у нас в принципе все готово для теста сейчас заводимся мы будем испытывать нашу систему а а а и да она ну что друзья пока заглушил потому что он тарахтит невозможно короче завелся бодренько ну тепло на улице по гидравлике две новости как всегда хорошая плоха значит гидравлика принципе привод работает насос работает но по ходу насос мертвым потому что малое давление короче в чем суть как мы видим один контур гидроцилиндра вот он сейчас подключен рычаг это идет на подъем кузова вот а второй контур гидроцилиндра я переставляю сюда то есть это идет шланг на заднюю навеску один но второго нету короче отсюда сейчас пойдет масло сейчас я заведу и вам покажу ну что друзья продолжаем веселиться в двух словах я тут уже начал эксперименты делать не снимал потому что весь в масле и так это все дело короче работенка еще та грязная вот значит что я сделал отсоединил я эти вот рукава от гидроцилиндров которые стоят на тракторе ну дабы исключить то что они заклинившие старые уржавевшие вот и вместо них подключила такого-то гидроцилиндра он однотипный как стоит здесь на тракторе вот у меня за гусеничного он полностью новый как бы рабочий все без вопросов он чуть-чуть дернулся дернулся буквально на сантиметр и все и завис вот что я сделал дальше 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 я перекрутил рукава уже на вторую секцию которая которая у нас фонтанчик бил масло вот но как бы ничего абсолютно не происходит то же самое и как бы напор вот который он текет со шлангов он очень вяленький то есть зажимая шлангом зажимаешь пальцем то есть но нету никакого давления жидкости соответственно нету подпора но я уже начал решить на она может быть в распределитель на клапан перепускной то есть это распределитель рв или р-80 я немножко о нем почитал короче здесь за этими двумя болтиками за этой крышечкой стоит перепускной клапан короче возможно он где-то залип и просто масло у нас идет в обратка перепускается ну короче как то так но насос работает исправно то есть ну либо же умер насос пока не знаю короче вот такие вот у нас тут эксперименты но гидроцилиндра здесь для наглядности чтобы стало понятно я его закрепил пусть пока он висит короче сейчас я буду откручивать эту крышечку пытаться добраться до перепускного клапана ну посмотрим на улицу же практически тем нет начинает блин сегодня так сим чего и и долго ну блин нас уже не остановить мы короче должны добиться истины вот потому что это самое проще пока что я уже начал искать насос этот с четырьмя шлицами но пока что-то все сложно у знакомых никого нету есть эти шести шлицевые такие как у меня вот именно на 4 шлица никого нету поэтому пока воюем с тем что есть вот ладно сейчас буду тогда приступать полезным распределитель не знаю должен ходить или нет но пока что он вообще подклинин и намертво этот клапаночек крышка резиночка стоит так резьба должна быть болт вкручивается и на нужно эта крышка вылезть сейчас попробуем крышечка прокручивается вот как все резьба м8 там короче взял я другой болтик и все он начал закручиваться вроде как но это не точно так ну что к наконец-то я что-то выговорил отсюда пробка тружинка сам клапан еще там дальше да конечно тут так друзья ну что почистил я-то грибок здесь вот два отверстия но они забиты какой-то гадостью не знаю роли не играют не играют но в других распределителях эти отверстия играют большую роль поэтому сейчас я их прочищу продую также внутри корпуса почистил там принципе насколько я смог увидеть вот это вот ответная часть что там отлично как бы светло самого клапана поэтому сейчас быстренько это все дело да вот такая вот фигня короче вылетела с одного отверстия так и со второго вот сейчас отверстия у нас продукты ладно чищу там ну и соберем потому что на улице уже темнее тоже с фонариком даже работа друзья решил я почистить сам вот вот цилиндр заходят поршневки достал какую-то такую непонятную фигню то ли резинка то ли что она застала застряла между стенками было как вы помните я его коносом мере вы верну сейчас поршневый здесь все ходит свободненько вот поэтому надеюсь все заработает так ну что короче ничего не получилось у нас как не работал цилиндр так и не поднимает как бы их жидкость идет переключала на на тот контур все со шланга как бы дает давление такое неплохое но нет нет как бы мощности ну скорее всего наверно насос вот но я пока ищу насос вы пишите в комментах что может быть сейчас буду убираться здесь конечно все позаливал опилки песок ну короче такая грязная работенка ну наверно на этом все пока я короче без понятия куда копать дальше ребята так что всем спасибо за внимание пишите в комментах